Подзаработать на своей же работе, но нелегальным путем, решили сотрудники двух заправочных станций в Иркутске. Они придумали схему, с помощью которой похитили из резервуаров 11 тонн бензина. Как были устроены махинации и кто конкретно оказался под подозрением, расскажет Дарья Эйвазова. Что я делал? Зачем сейчас вы занимаетесь? Зачем не занимаетесь? Даже факт поимки, что называется, на горячем, этого иркутянина не смущает. Но оперативникам и так известно достаточно. По предварительным данным, в течение нескольких месяцев мужчина вместе с сообщниками похищал топливо с двух заправочных станций в правобережном районе Иркутска. Под подозрением оказались 4 человека. Два управляющих станциями, кассир-оператор и скупщик краденого. К махинациям подготовились основательно. То есть камеры в запись не ведут, они приостановлены и все. Такая мера конспирации. Работала схема следующим образом. Управляющий заправки звонил кассиру-оператору и тот отключал камеры и систему измерения топлива. Далее приезжал скупщик. Горючее из резервуара в колонку подавали механическим путем. И это не фиксировалось в системе. Топливо заливали в емкости в машине скупщика. А расхождение в объемах бензина скрывали управляющие. Вносили в документы ложную информацию. Используя свои должностные полномочия, злоумышленники в течение пяти месяцев, порядка 30 раз провернули свою преступную схему, похитив тем самым порядка 11 тысяч литров топлива. Суммарно, если говорить о денежном эквиваленте, эта стоимость составляла примерно полмиллиона рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет. При этом подозреваемые не под арестом. Однако они обязаны по первому вызову являться на судебные заседания и сообщать о смене места жительства. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Новости по будням.